Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про экономическую ситуацию в стране, в мире, в Европе, в США и в нашей стране. Нас ведь волнует больше всего, что у нас будет. Так вот, я постараюсь проанализировать и вам пояснить, исходя из того, что происходило в последнее время. И прям вот я выписал себе определенные пункты, о которых скажу, но вначале о чем же видео поподробнее. Может, вам будет неинтересно или наоборот как раз интереснее смотреть. Так вот, о чем данное видео. Что будет с ценами на продукты, питание и товары, и промышленные, и, собственно говоря, строительные? Сейчас уже что происходит и что будет завтра? Что делает правительство для, ну, минимизации проблем экономических? И что должно делать? И все ли делает правильно? И что бы я сделал? Я все это обосную. На что уже разные производители и посредники подняли цены, а на что опустили? Экономика будущего. Действительно, мир уже таким, как он был, не будет. Так вот, а что же будет? Каким мир будет с завтрашнего дня? Что бы я сделал на месте каждого губернатора сейчас, немедленно? Ну, конечно же, про доллар, евро и рубль. И кому? От санкций будет хуже. Кстати, по последнему пакету санкций тоже поговорим. Так вот, что сейчас уже происходит в Европе и в США, и что будет завтра? Ну, и, конечно, в нашей стране. Да, обязательно это видео досмотрите до конца. Оно очень важное. Давайте потом подискутируем, если будет желание. Но пересылайте это мое видео другим людям, вашим знакомым, близким. Это очень важное общее наше дело. Ведь что будет завтра? И от нас сегодня с вами это зависит в том числе. Конечно, в большей степени от правительства и президента. Но вот как раз давайте и поговорим, что же было сделано правильного, а чего еще нет, но необходимо сделать срочно, сегодня, вчера надо было делать. Вот давайте все это обсудим. Очень тема важная. Ну что ж, а теперь обо всем по порядку. Конечно, вы все прекрасно видите, что курс доллара и евро только не вырос. Это неправильное слово. Давно уже все процессы на нашей планете в плане человеческих, экономических происходят исключительно по плану, а не по какой-то невидимой руке рынка. Такого вообще не бывает. Так же, как я и надеюсь, что вы понимаете, что никакой рыночной экономики давно уже нет. Она везде плановая и так называемая рыночная, регулируют корпорации, регулируют монополии, а совершенно не конкурирующие между собой фирмы, за редчайшим исключением. Так вот, доллар и евро взвинчивают. Но есть, конечно, и те, кто этому способствует. Кто? Вы, дорогие товарищи. Ну, по крайней мере, те из вас, не все вы, конечно же, люди, а вот те, кто покупают доллары и евро и хотят как бы этим самым взберечь, что-то, не пойми, что за... Я вообще хочу на эту тему сказать следующее. Не надо покупать эти проклятые доллары и евро. Вот мне, например, хотя я в большей степени, чем большинство из вас, я вас уверяю, ну, как бы завишу, потому что мой основной бизнес это биопродукты питания, часть компонентов, которых для каких-то составных частей, для тех же, например, кормов для кошек, собак, биоорганических, да? Шоколад, опять-таки же, да? Ну, то есть, откуда идут компоненты из-за границы? На что? На евро и доллары. То есть, я завишу, да? Так вот, я вам скажу, мне просто уже плевать. Я на все на это, грубым словом, извините, забил. Потому что уже просто это надоело. И в конце концов, мы что сейчас делаем? Люди, вот, кто скупает, создают. Спрос огромный на доллары. А доллара, валюты не хватает в стране. Кстати, по этой причине президент вот вчера, так, сегодня какое число, 15 марта, вот 14 я услышал по телевизору, что подписал указ, по которому профилированные банки теперь имеют право продавать, а граждане покупать, то есть продавать гражданам, а граждане покупать золото за валюту. Эта ситуация похожа на 20-е годы, когда торгсин был, торговали с иностранцами, когда не хватало в стране, тоже из-за санкций против нашей страны, молодой советской республики, не хватало валюты для закупки за границей, ну, кто с нами поддерживал торговые отношения, станков там и так далее, чтобы строить свои производства, чтобы создать промышленность, промышленный рост, ну, подъем экономики и опять-таки подготовиться к неминуемой, и тогда это всему миру было понятно, новой войне. Тогда золото, бриллианты, валюту принимали у всех желающих, вообще абсолютно кто это мог сдавать, и сдавали огромное количество всего этого дела, ну, а на эти средства покупали необходимые для страны, для подъема экономики. Сейчас ситуация, разумеется, не такая тяжелая, как в те годы, даже сравнивать некорректно, но все же, поскольку у нас около триллиона долларов просто украли европейцы, американцы, ну, другой вопрос, почему же эти деньги? Вы спросите, хранили там, да, это предательство нашей страны, а я сейчас объясню, почему, и кто же являются предателями, так вот, это одно дело, но мы-то говорим, из реалий нынешних, вот что делать, например, президенту, правительству, чтобы, так сказать, вот, сконсолидировать какое-то количество валюты, чтобы, во-первых, погашать кредиты, которые есть, а мы их запросто могли погасить текущие, ну, не можем, почему? Ну, деньги-то у нас украли триллион долларов. Триллион долларов – это колоссальная цифра живых денег, то есть полученных за нефть, газ, ну, вот другой вопрос, да, почему они там хранились, но об этом сейчас поговорим. И вот тут мы подошли к главному вопросу. У меня такое ощущение, ну, это просто факт, ну, вы попробуйте аргументированно доказать, если я не прав, что у нас, по сути, две власти. Ну, можно сказать чуть больше, ну, две основных, то есть это вот президент и правительство, это как бы вот понятно, а вторая власть какая? А вторая власть – это ЦБ, центральный банк, который никакого отношения к правительству и к президенту и вообще к нашей стране не имеет. Почему я так утверждаю? Слушай, ну, это и профессор Катасонов уже лет 15 утверждает, если не 20, и другие люди только ленивые это не знают. И вот здесь мы подошли к главному вопросу. Почему же не все необходимые меры сейчас принимаются, по крайней мере, на данную дату, 15 марта, правительством нашим, необходимые для стабилизации и, по крайней мере, уменьшения негативных влияний, последствий санкций у нас в стране? Вот это вопрос. Ну, а тут ответ очевиден. Двоевластие, по сути, с одной стороны, президенты правительства, и в правительстве не все так гладко, но, естественно, силы противоборствующие у нас есть. Плюс мощная пятая колонна, и не только в лице либеральной общественности, интеллигенции, так сказать, которая ненавидит нашу страну и служит Западу, которая хочет только личных благ и все будет делать за свои подачки и свою привычную, так сказать, роскошную для брюха и наслаждение жизнь. А я говорю и о пятой колонне, и в правительстве, и в других властных структурах. Ну, что касается власти, ладно, это первая власть. А вторая, ЦБ, которая совершенно не подчиняется правительству Российской Федерации и доказательства тому события после 24-го, что произошло на следующий день. Ну, естественно, никакого подчинения власти России ЦБ не имеет абсолютно. Вот это надо пояснить для особенно новых зрителей, не все это понимают. Я сейчас кое-что вам зачитаю, и в этом кроется суть. Несколько дней назад у меня вышло уже видео про то, какие меры впервые за 30 лет приняло наше правительство, буквально в первые дни после 24-го числа. И эти меры многие правильные, очень важные, которые спрашиваются, почему не применяли там 30 лет, да, другой вопрос. Но это было необходимо, это было сделано. И пытались некоторыми из этих мер как бы погасить то, что сотворил Центральный банк. Ну, я надеюсь, ни у кого не останутся вопросы или, вернее, сомнения, что Центральный банк вообще никакого отношения к правительству просто не имеет, а подчиняется он совершенно другой структуре. И вот мне Виктор Алексеевич Ефимов, ну, это один из основателей КОП, концепция общественной безопасности, прислал мне через несколько дней после начала военной операции на Украине вот такое письмо. Внимательно слушайте. Я зачитаю не все, только отчасти. Главная проблема, что в руководстве нашей страны нет понимания роли Центрального банка как валютного правления колонии, переименованного в Центральный банк без изменения функций. Валютные правления, так и называлось, переименовали в 45-м году в Центральные банки, чтобы придать этим структурам благозвучное название. Это их структура прямого подчинения. Все санкции Запада для него более опасны, чем для нас. Единственная реальная санкция, работающая против нас, и одновременно в интересах Запада, это увеличение ставки до 20%, что сделал ЦБ буквально через, по-моему, на следующий день или через день после начала военной спецоперации, до 20% и блокирование всех долларовых счетов и золота, находящегося на колониальном счету ЦБ, как филиала метрополии, то есть МВФ Международного валютного фонда. Мне, к сожалению, дальше он пишет, не удалось донести до первого лица информацию, а тут вот пояснение конкретно на эту тему. А выход из данной ситуации только один. Вот чтобы экономическая была реальная независимость у нашей страны, а при наших ресурсах внутренних, любых, от любых металлов до всех прочих природных ресурсов, то есть есть все, но выход был бы подъем экономики, мощнейший рывок, который мы могли бы сделать, если бы мы убрали эту зависимость, а она есть колоссальная. И они эти механизмы сразу включили, враги народа. А кто управляющий ЦБ у нас Набиулина? А кто еще в этой цепочке? Силуанов, да? Ну так вот, слушайте дальше. Выход из этой ситуации только один. Отстройка, то есть отстранение от доллара. Как это было сделано прозорливым Сталином, напомним, что только две страны, СССР и Швейцария, отказались в свое время от участия в МВФ и не ратифицировали Бреттон-Вудское соглашение, подменяющее золотое обеспечение валют, свежеотпечатанной долларовой мастой. В 1947 году Сталин заявил прямо, что СССР не будет членом МВФ. Одним из условий этого членства как раз и явилось создание центральных банков во всех государствах, то есть независимых банков от правительства той или иной страны, где они есть якобы, как будто для большинства обывателей, ну являются структурой государственной. Нет, она надгосударственная структура. Что означает прямую и полную утрату экономического суверенитета. Как говорится, дальше тут пояснять, наверное, не надо. И что же здесь делать? А выход только один. Немедленно необходимо ЦБ и Минфин, и казначейство. Три вот эти структуры должны быть объединены в одну структуру и подчинены правительству. В общем, если этого, а вы увидите все это по новостям, ну если это будет, а я очень надеюсь, что это будет, потому что если этого не будет, то есть прогнозы, конечно, такие пессимистические, ну а может быть и реальные, если этого не будет. Значит, зависимость экономическую мы не обретем, пока не обретем экономическую, она ведь на более высоком приоритете находится, чем прочие, так сказать. А сейчас ведь даже дефицит денежной массы для производств, так сказать, не хватает, если их надо так быстро и активно, а это жизненно важно для нашей страны развивать. То есть, то самое импортозамещение, о котором говорят, а вот что для этого? С одной стороны, правительство кредитует дешевыми кредитами сейчас, отменило проверки для малого и среднего бизнеса, там, на год, на три, в зависимости, так сказать, и так далее, и так далее. Это очень правильные и нужные меры, но недостаточные. А нужно самое главное сделать, удавку снять со своей шеи, я имею в виду государство и народа. Ну и, соответственно, вот этот лакмус, по которому мы можем сказать, действительно правительство все-таки зависимо и президент выходит, или нет. И сейчас будет та точка невозврата, когда действительно мы можем однозначно понять и на 100% поддержать действия тогда правительства, и в этом смысле, и президента. Я очень надеюсь, что это сделано будет. А теперь давайте поговорим о том, что, тем не менее, и положительного, и отрицательного для нас, и для них, для Запада, произошло за последнюю неделю. Ну, как вы знаете, доллар уже, так сказать, поднимался, был 100, теперь 130 и растет. Дальше прогноз до 200, если ничего не изменится принципиально. А Венесуэла, молодцы, Саудовская Аравия, не собираются увеличивать добычу, как их об этом Байден не просил. А саудиты вообще даже трубку не брали, когда звонил Байден, ну там, с шейхами договариваться. Молодцы, потому что им выгодно больше получить валюты, больше чего-то на эти деньги сделать у себя в стране, построить. Все правильно, совершенно верно. Что происходит в США? Рост цен на бензоколонках колоссальный. До 5-6 долларов за литр. Посчитайте по нынешнему курсу. Даже по 100 рублей это 600 рублей. 100 литров 60 тысяч. Вот среднеамериканский бак, а машины там большие у многих, должны заправлять на такую в пересчете на рубли сумму. Многие просто в панике и прогноз, ну вот нынешний кризис сейчас будет как в 70-е. Мало кто об этом помнит в США, но что тогда происходило. И тогда кризис был сумасшедший. Они вышли, как всегда, из положения, обкрадывая другие страны. Американский доллар держится исключительно на оружии. Это вы, наверное, я надеюсь, понимаете. Хотя либералы нет. Они считают, что это вот такое экономическое чудо. Или там что-то еще нет, конечно. Просто на том, что они войны развязывают, грабят страны, бесплатно природные ресурсы. Ну, кого войной, а кого вот так вот предательством внутренней элиты и части правительства. И, пожалуйста, как у нас. Деньги туда отдавали. Так сказать, не на экономику пускали развитие производства собственных. Это предательство. То, что за 30 лет было делалось. А куда им туда? То есть, бесплатно, они раз и зажали эти деньги. Ну, этого и следовало ждать. Я такое 10 и 20 лет назад говорил, что это будет. Естественно, как немилы стали в чем-то. Свою самостоятельность показали в чем-то. Все, конец. Но зато и доллару, возможно, будет крах. Вообще, ближайшие 3-4 месяца все покажут. Либо доллар сдуется, ну, в смысле экономика США рухнет. А это, возможно, вполне. Если что-то в военном плане масштабное не произойдет. Это запросто может быть. А тут обратите внимание. Даже Иран, который до этого не рыпался, сейчас вот кое-какие вот даже ракеты послал там в сторону Ирака. Вернее, конкретно туда, где были военные базы и кое-какие иные учреждения США. Вот это вот мало так промелькнуло по телевизору, но не очень сильно. То есть, они понимают, что сейчас такая уязвимость у США очень большая. И совершенно непонятно, что будет завтра. Это, конечно, нравится Трампу, который, безусловно, сейчас ликует, потому что он был прав о том, говоря, что нужно реальный сектор экономики поднимать, а не все на Китай взваливать и, так сказать, зависеть от него так, как сейчас. Китай, вот говорят, Китай зависит от США. Глупость США в большей степени зависит от Китая. Гораздо в большей степени. Потому что там все производства. Потому что там рабочая колоссальная мощь и сила. Темпы роста понятны какие. Темпом роста мы не дадим сдуться, потому что Китай у нас готов любые объемы топлива, энергоносителей принимать дополнительные любые объемы. А нам Китай готов поставлять любые, замещать товары от и до, которые сейчас нам прекратили в поставках, вот, так сказать, Европы и США. Хотя, конечно, часть этих поставок будет просто в обход. Через Казахстан, Армению. Сами понимаете, вот как это было и раньше. Ну, кто бизнесом занимается. Это все будет. Это, кстати, не переживайте в этом плане. И это наладится. Через месяц-другой все это пойдет. Даже раньше. Но в Европе уже говорят, а мы не понимаем, для кого санкции ввели. Для России или для нас. Когда я вижу бензин, стоимость, подхожу к колонке в очередной день, я думаю, что санкции ввели для нас. И, кстати, многие в парламенте, в том же Бундестаге, депутаты, а им аплодирует третья, даже половина, говорили о том, что мы виноваты сами. Мы себе же хуже сделаем. Не надо было на Россию вот так наезжать, санкции вводить какие-то. Эти же санкции ПАНА в большей степени ударят у нас. И оружия практически нет. Армию Меркель развалила за последние 15 лет. В угоду США тоже предатель. Ну вот, соответственно, ничего нету. Мы ничего противопоставить России не сможем. Но зато они сейчас посылают еще деньги и помощь военную ракеты там и гранатометы на Украину. Ну, правда, хорошо им показали. Тут вот наемники приехали. По ним моментально мы ударили. Там человек 160 сразу погибло. И обратно эти тысячи, кто хотел, значит, ушли обратно. Ну, народ протестует. Будет еще не то. Уверяю вас, в ближайшее время вы увидите, что будет в Европе и США. Так вот, США люди просто орут на Байдена, что, мол, что это такое? Объясните, значит, что это за повышение цен? Он говорит, я ничего сделать не могу, это все вопросы к России. Ну, это и понятно. Ну, а Трамп говорит как раз, я же вам говорил с Россией, мол, надо дружить, а не вот это устраивать тут. Естественно, Россия предупреждала. Об этом и немецкие многие политики говорят. 15 лет еще Россия предупреждала. Куда вы НАТО окружаете Россию? Они же должны будут защищаться, принимать какие-то меры. Это что такое? От границ России, то, что мы говорим на границе Донбасса, если бы вышли украинские войска туда, поддерживаемые НАТО, а может быть и вместе с ними, то это 4 минуты удар ядерной бомбы полета до Москвы. Это что-то, естественно, эти меры жизненно необходимые были для России, которые были приняты по спецоперации. Вообще, есть 4 причины, по которым эту спецоперацию военную Россия начала. Почему? Если захотите, это на моем другом канале. Есть такое видео. Канал называется «Совесть и подлость». Можете туда переходить, смотреть. Скорее всего, с апреля США запустят печатный станок. Вы знаете, слышали, сколько необеспеченных долларов, триллионов, сколько слышали? Вы что думаете, это никогда вообще не рухнет или это что? Это же объективный показатель того, что США должник самой большой в мире, что экономика-то у них дутая, что они потребляют больше уже многие годы, десятки лет, чем производят, а это не может не кончиться когда-то в один миг. И очень может быть даже то, что именно сейчас мы видим закат вот этой, так сказать, империи. Но тут буквально все будет зависеть от ближайших событий двух месяцев, трех. А теперь давайте посмотрим, как мы им можем противостоять в экономическом плане. И кому будет хуже? От санкций, которые они вводили против нас, ну и которые мы вводим против них. Или даже не вводим, но пока есть эмбарго, и мы просто тоже не можем поставлять им, например, тоже топливо. Да, нефть, газ, уголь. Это катастрофа. Я об этом уже в прошлый раз говорил. Скоро у них будет холод. Но ведь не только холод. Особенно в Европе. Да, конечно, речь про Европу в первую очередь. И уже бьют тревогу и немцы, и другие страны. Это все объективно. Это они все сами говорят, просчитали. Уже, например, в Прибалтике вообще, так сказать, квартплата больше, чем у людей средняя зарплата. То есть, средняя квартплата больше, средняя зарплата до 1800 уже евро в месяц квартплата по счетчикам. Ну, это же, так сказать, а что будет в Германии, хотя у него мощь экономическая, конечно, выше, будет то же самое. Уже предлагают уменьшить потребление, но это не спасет их. Особенно, если будет холодная зима. Сейчас уже за кромах запасы кончились. И то мы еще до сих пор через Украину, несмотря на военную спецоперацию, или кто, если ее хотите, называйте войной, вот несмотря на эту войну, нефть-газ качаются в Европу, в Германию. И это, с одной стороны, важно сейчас в плане экономическом нашей стране. Все-таки это миллиард долларов в день дохода государству. Эти деньги нужны, валюты сейчас не хватает. С другой стороны, если мы перекроем, у них завизжат, свои же их съедят. И народ выйдет бастовать, что вы, сволочи, сделали. Так сказать, верните нам нормальные отношения с Россией, а это будет. А хотите, еще раз скажу, как мы можем просто в легкую их прижать. Вот как вы думаете, народ Сирии настроен за Европу, за США или против? И за Россию или против? Конечно, за Россию. Россия для них друзья. Сейчас 16 тысяч только добровольцев, еще до того, как президент сказал, да, почему бы нет, наш президент, приходите, если там они нанимают, ну, этих наемников, пожалуйста, мол, приходите, то и мы скажем, пожалуйста, за наши интересы. Так вот, первыми в огромных количествах 16 тысяч сирийских добровольцев записалось. А вы знаете, что около миллиона сирийцев сейчас в Европе, большая часть в Германии? И вы знаете, что вот так вот сделать легко, чтобы они сейчас устроили там то, что никогда у них еще не было в плане беспорядков, протестов и так далее. Ну вот посмотрим, что будет с толерантной Европой. А сделать это легко. Я вот сейчас этот момент лично, я бы, как президент бы, например, на месте его использовал бы однозначно. Ну, может, он бережет это как козырь. Вот если что-то более критическое будет, то быстренько эту точку можно нажать. А что, вы думаете, только от топлива зависят Европа и США от нас? Нет, конечно. Нет, конечно. Вы, наверное, слышали про металлы, цены на которые в два, в три, в пять раз уже взлетели, от алюминия до никеля, палладия. А что с ураном происходит, вы, наверное, знаете. Да, это хорошо. У них есть, для них хорошо, запасы. Они сделали, предусмотрели США, но это на 8-9 месяцев хватит этих запасов. То, что ракетных двигателей больше у США не будет, то, что обслуживание старых наши прекратят, то, что будет с чипами по всему миру, потому что 90% рынка мира газов, без которой чипы не сделать, а значит микросхемы и все остальное, и лазеры, кстати, тоже. Это наши газы, различные там аргоны, криптоны и прочее. Понимаете, какая штука сверхчистая, которая СССР еще технологии придумала и построила огромные производства. Так вот, этого ничего у них не будет. Они уже бьют по этому поводу панику, и цены на это взлетают космически. Алюминий уже 4000 долларов за тонну, и все растет. Это что? Ну, это ладно. А вы знаете, что голод грозит Европе, отчасти США, но там в меньшей, конечно, степени, хотя, кстати, тоже, потому что сразу встают перевозки. Кстати, фермеры США, то есть не только европейские, бьют тревогу, ведь удобрений две трети всего мира это Россия производит, и у них сейчас нет этих поставок, и они бьют тревогу. И, между прочим, то же самое в Европе еще хуже. Ну, про турецкие очереди и драки в них по поводу дефицита масла подсолнечного, а это 90% производства России и Украины вместе мирового производства, то это уже огромная проблема для пищевой промышленности. Ну, это только вершина айсберга. Я уже не говорю про туризм, не говорю уже про то, что колоссальные деньги теперь наши богатые туристы оставлять там не будут, на Западе, в Европе, а для Испании, Италии, это у кого экономика и так наладно дышит, и дотационная, то есть из Германии, из более богатых стран, вы же понимаете это, теперь это вообще просто крах. Они не могут продукцию теперь сюда к нам поставлять. Мы-то обойдемся без нее. Они нет. Уже в 2014 году помидоры вагонами на площади перед администрацией грузили, когда санкции против нас вводили первые. Так вот, а теперь что будет, подумайте сами. Так что да, Запад против нас, конечно, ведет экономическую войну, только погибнет сам от своих же граблей, на которые уже наступил. А они ж, сволочи, нас информационно-то как лупили и побеждали в этой информационной войне. И правильно, что Facebook, Instagram, которые публиковали то, что русских и солдат, и вообще русских людей, и президента надо убивать, то есть просто цинично растоптали то, ради чего они, так сказать, вот свои принципы высокие блюли раньше, что, мол, мы аполитичны, мы, так сказать, никогда не будем публиковать ничего. Вот, пожалуйста, ну, потому что нажали, а может быть просто позиция руководства компании, этого Цукерберга такая же. Ну, в общем-то, может быть и так. Но факт такой, я вот, например, написал за два дня до устранения, когда наше правительство приняло решение блокировать эти соцсети на территории России, я написал, что я поддерживаю это решение, и никогда больше не буду эти соцсети восстанавливать. Я сказал своим сотрудникам просто их удалить. Я вам, дорогие друзья, желаю того же. Я призываю вас к тому, чтобы вы удалили, даже если вы, они еще есть у вас, все эти вот Facebook и Instagram, по крайней мере, и мало ли что привыкли или удобно, ничего страшного, в жизни когда-то что-то всегда, вот, новое нужно делать, начинать с нуля и так далее. Ведите другие, у нас в соцсети полно, от контактов там до прочих, которые будут сейчас развивать тот же Telegram. Ну, а YouTube, я надеюсь, все-таки не заблокирует, а если заблокирует, ну, Routube придется развивать, да, он неудобный, но будут его, придется, денег у них будет больше, они смогут тогда его как-то модернизировать. Опять-таки, видеоролики есть в ВКонтакте, в Телеграме, и у меня было видео вот это, насчет того, где меня искать, кому будет интересно, если заблокируют YouTube. Теперь про компании, которые с высоко поднятой головой ушли из России. Ну, часть из них ушло, потому что их заставили. Ну, правительство там и иные структуры нажали, и они, им это невыгодно экономически, но они подчинились. А кто-то сам повелел. Ну, вот, надо понять, кто сам, кто не сам, и, в общем-то, национализировать. Об этом уже говорят, вот, пожалуйста, почитайте, что об этом уже было сказано. Причем, надо не цацкаться, и не на какое-то время, а конкретная национализация в пользу государству. Ни в каких частных руках, чтобы это не было. Ну, и вообще, я считаю, что необходима национализация природных всех ресурсов и переработки их, то есть, от нефти, газа до лесов и так далее. Это все не может, не должно принадлежать частным, отдельным людям, а только государству. Ну, вот это вот обязательно нужно сделать. Кто ушел с нашего рынка, нужно быстрое банкротство. Ну, и вот, собственно, об этом уже говорят по телевидению, это я рад. Ну, четвертый пакет санкций, которые сейчас от безысходности, ну, такой с гордостью, да, они ввели, хотя это уже, ну, любому ясно, что это просто абсурд, потому что вводить больше нечего, как, кстати, даже сам этот главный немец там, кстати, сын, по-моему, если я не ошибаюсь, эсэсовского одного офицера. А, кстати, они все вот эти, кто орут сейчас в Евросоюзе, вот с самой пены у рта, кто орет, они все дети, вот мне даже письмо тут написали, проверяли, абсолютно точно, то есть у них у всех отцы и деды, это фашисты немецкие, те самые с 30-х годов, которые, да. Так вот, четвертый пакет санкций. То есть по нему теперь из США к нам в Россию нельзя ввозить предметы роскоши, бриллианты, виски, дамские сумочки и прочую роскошь. Электротранспорт, например. В общем, страшно напугали они этих. Кстати, некоторые даже подкалывали, люди вот писали, ну, в определенных чатах, а рояли-то за что? Ну, да, рояли запретили возить, ага. Кстати, необходим закон, вот себе меточку я сделал, а то бы забыл точно, что кто уезжает сейчас в это время из нашей страны в другие страны, вот из-за протеста своего, надо обязательно лишать гражданства. Не хотите тут жить? Не нравится вам? А, вы жили тут только потому, что вы хорошо зарабатывали, ездили туда, на любимый ваш Запад, тратить денюжки, то все, значит, вот с катертью дорога. Давайте там живите и зарабатывайте, ненавидите Россию. А что же вы, суки, здесь делаете тогда? Вот эти все собчухи и прочие. Ну, вот эти Ивлеевы и прочие паразиты. Ну, что они тут делают? Ясное дело, дурачки-малолетки их смотрят, они монетизируют все это дело и получают очень большие деньги, на которые жируют глумяции здесь и там. Вот нельзя дать больше эту жировку этим подонкам. Кстати, прекрасно, компания Fox News, ну, такая оппозиционная в США, да, об этом наши либералы что-то не особо говорят. Что сказал там ведущий как? Ну, примерно так, что, чтобы не материться в эфире, он говорит, у меня просто челюсть отвисла, скажу, мол, по-другому, что в Конгрессе сказала Нуланд. А что она сказала? Ну, да, так и прямо... Она думала, кстати, знаете, почему она так сказала? Она думала, что камера не включена, звук не идет. Да, сказала, у нас 30 баз там или около того, вот этих вот лабораторий по территории границы Украины, ну, на Украине, по российской границе, 30 или там чуть больше лабораторий, в которых создавалось биологическое, разумеется, оружие. И, кстати, имейте в виду, около 300 таких лабораторий по другим странам СНГ и, кстати, вокруг Китая. Китай прекрасно знает. Китай, безусловно, с нами. Просто поймите, что Китай понимает, что если Россию уничтожат, вот, допустим, это, конечно, не может быть, ну, это Третья мировая, погибнут все, но имеется в виду, что вот если Россию уничтожат, то Китай автоматически уничтожается, объединенные вот США с НАТО, сто процентов. Потому что хоть экономическая мощь у них большая, а военный такой мощи, которая может противостоять Западу, нет, только у России она есть. Но Нулан призналась, теперь честные либералы должны сказать, ах, вы подонки, как мы заблуждались, как же вы нас обманывали, мы на вас смотрели, как на икону, совести, честь, так сказать, все. Нет, либералы такого не скажут, потому что они подонки в основном, за редчайшим исключением. Потому что они все прекрасно понимают, просто они слуги вот этого дьявола мирового. Вот и все. Ну нормально, да, что фонд национального благосостояния, Россия, оказался в руках США. Это как называется? Предательство? Вот как вы считаете? Напишите под видео. И что надо делать с теми, кто в этом виноват? Вот напишите. Один триллион. Это коммунизм можно было бы построить уже давно. Тысячи предприятий, как в 30-е годы отстроить на эти средства. Это уже мы бы производили все вообще. Ведь у нас все сырье есть для всего. Технологии уникальные советские есть, на которых еще мы держимся. И так. Это что такое? Ну это понятно, что это предательство. Полное, абсолютное. Вот будут ли наказаны те предатели, я бы сейчас очень жестко бы поступил. Я бы за несколько месяцев порядок бы полный навел. Это однозначно. А что делать правительству нужно сейчас? Дешевые кредиты с нулевой ставкой. Поддерживать обязательно малый и средний бизнес, потому что сейчас огромное количество людей простых разоряется, лишается заработка. И естественно, ну вот нельзя допускать уничтожение крупных компаний. А то, видишь, двери они закрыли, и до свидания, мы пока с рынка России уходим. Вы навсегда уходите с рынка России. Я бы сделал именно... Все, навсегда. Вот кто ушел, все. А кто-то не уходит. Леруа, Мерлен, наоборот, расширятся, собираются. Конечно, эти дураки ушли, так им же лучше. Или некоторые вот производители автомобилей, да, они в шоколаде просто сейчас. Они говорят, ее-мое, сами конкуренты, то есть мы бы за это миллиарды долларов отдали, чтобы убрать конкурентов с рынка. А тут сами ушли. Господи, спасибо вам, так сказать, это. Понимаете, то есть, ну, святое место, пустое, не бывает. Ну, сейчас вот есть такие меры, как, например, на днях приняли, что увеличивают пособия различные для разных групп населения. Упрощение оформления документов, это очень важный пункт. Для детей, например, будет возврат половины стоимости путевок по отдыху там и так далее. Но это, разумеется, нужно. Это все правильно. Нужен план глобальной изменения, корректировки всей экономики. Понимаете, правительственный план. Ну, посмотрим сейчас, конечно, он за один день его не составить. Вот посмотрим, что будет в ближайшую неделю-две. А что происходит сейчас у нас в стране? Вот небольшой такой перерыв от бумажек сделаю. Да происходит просто кошмар, что происходит. В каком плане? Сейчас поясню. Значит так, цены на разные продукты. Пита. Слушайте, на картошку и капусту за несколько дней в два раза цена поднялась. Вернее, ее подняли, разумеется. Но понятно, что запасы урожая подходят к концу. Хотя каждый год и ничего не поднимается, к концу подходит. Но еще есть и будет до нового урожая. Запасы есть. Просто дело в другом. Владельцы этих компаний подумали. Ну вот, если за доллары и товары все так растет, цены уже на что-то в два раза больше увеличились. А я хочу тоже в доллары, чтобы у меня меньше денег не стало. Ну, я тоже возьму и увеличу все в два раза или в три. Но именно так поступают, конечно, только подонки. Я понимаю, что, конечно же, неизбежно. Вот я вам сейчас кое-что на своих примерах поясню и выводы сделаю. Вот, допустим, старые зрители мои знают, новые нет, что вот у меня компания, мы занимаемся и производством, и продажей биопродуктов, питания, товаров определенных для здоровья и так далее. Часть из них идет из-за границы. Потерять деньги, конечно, не хочется никому. Ведь сейчас, если ты продашь по той же самой цене, по которой прошлая партия была, порой на некоторые товары ты даже не купишь уже тот же самый товар по новым ценам, новые партии. Вот беда в чем. Но тут нужно искать какую-то золотую середину и вот сделать так, чтобы хотя бы, конечно, не было убытка, но и чтобы не наживаться на такой проблеме. Скажем так, вот до сегодняшнего числа, и может быть еще какое-то время мы сможем продержаться, например, на спирулину, хлорелу, там мы цены не поднимали, а это, разумеется, чистый стопроцентный импорт. Там, где цены и так поднимались несколько раз в год из-за того, что на биржах международных цена на какао-бобы поднималась, будь то в том году, в позапрошлом и в этом году уже несколько раз. Ну а сейчас еще и в связи с курсом, то тут чудес быть не может. И эта продукция дорожает и будет дальше дорожать. Но объясните мне такую вещь. Вернее, я вам объясню, но все и так прекрасно понимают, что такое. Вот я, у меня большие стройки идут разные сейчас, да, там, ну производственные, то есть производство строим. Так вот, я вам так скажу, вот обратились, значит, завод Боровичи. Боровичи, это, так сказать, под Новгородом, выпускает лет 200 уже кирпич, в том числе шамотный кирпич для кладки печей. Ну, мне надо много такого кирпича сейчас для печей там и так далее. Вот цена, казалось бы, глина местная, газ правительства цену на него не поднимало, вообще никаких изменений. Какого хрена в два раза цену увеличили, подняли? Что надо с ними делать? Ну, я поговорил с крупными поставщиками, оптовиками. И они говорят следующее, дело вот в чем, просто многие люди из владельцев рынков, строительных материалов, фирм, они думают, ну, чтобы деньги вроде в курсе не потерять. Хотя зачем эти доллары и евро нужны, проклятые, особенно ты, если работаешь с отечественными товарами, например, вот именно строительными, газобетонные блоки, металл, прочее, прочее. Казалось бы, ну, а что они делают? Они просто закупают, придерживают товар, создавая, во-первых, высокие цены, то есть увеличивают цены, как один все, вот, в желании больше заработать. И просто придерживают его, то есть товар становится в дефиците, оттуда цены еще в большей степени растут. Понимаете, какая штука? А люди-то начали, кто стройки? И люди, и бизнесмены, и производители. Они, как им закончить, когда сразу, понимаете, не на 5-10 процентов, а некоторым и на 10, это много, у них расчет прям вот тютелька в тютельку. А если это в 2-3 раза, это что такое? Я вам пример приведу. Я покупал, ну, это вообще отдельная тема, с этим должны антимонопольные службы работать и не так, видимо, как сейчас, а работать так, что надо за эту статью от 20 лет до расстрела. Например, 3,5 года назад я покупал газобетонные блоки по 3300, потом через несколько месяцев там 3500 рублей за куб, за кубометр. Ну, хорошо. Значит, в том году, вот в 21-м году по осени я закупал по 9000 рублей с большими скидками. Уже в январе по 9600 с большими скидками. Вы понимаете, что это такое? Это в 3 раза, да? А это не было еще никаких вот таких кризисов, да? Металл год назад скаканул в 3 раза, да? Ну, по причинам того, что на американских биржах, поскольку там реальные мыльные пузыри, а товары все-таки стоят больше, чем бумажки, там, долги по обязательствам, акции и прочая хрень. Так вот, это-то реальные бизнесмены понимают. Там просто началось то, что называется вот по сути крахом экономики, той, в каком она виде сейчас существует, что цены стали до 7-10 раз увеличиваться. В 7 раз, в 6-10 раз, и нам, нашим производителям стало очень выгодно туда продавать. Пошлины увеличили, государство там лет, ну, процент на 30-40, а цены там закупочные на 200-300 процентов увеличились. Да хоть на 100 государства цены увеличат, а им все равно выгодно будет продавать за бугор. Они продавали. У нас возник в России дефицит, и цены резко подняли, чтобы, так сказать, ну, вот хотите, ну, берите. Не хотите, не берите. Что за это надо делать? Национализация, отнимать эти заводы, ну, или так поговорить с ними. Хорошо, у нас демократия, ладно, я бы так сделал. Позвал бы этих производителей, сказал, так, значит, вы пользуетесь тяжелой ситуацией, так сказать, в стране. Вы хотите уничтожить, что ли, экономику, так сказать, чтобы цены росли, чтобы люди жить хуже стали, безработица увеличилась. Вам плевать? Да ну, плевать, деньги не пахнут, понятно. Ну, тогда и нам плевать, тогда так будет, значит. Или сейчас втрое, вот обратненько, значит, быстренько откиньте назад цены. Нет, значит, полная национализация, а вам срок лет 25 с конфискацией имущества. Я бы сделал сейчас так. Ну, по продуктам давайте, вот, как изменилась ситуация, объективно, что картошка вот лежит на складе и лежит. Ну, причем семенной фонд, то есть в виде картошки той же лежит, то есть посадочная будет. Цену на топливо не повышают. Более того, вы знаете, что сейчас впервые за 30 лет цена на топливо стала снижаться, то есть ее снижать стали. Вот, например, в Сургуте рекорд на 10 ни копеек, рублей, рублей бензин подешевел. И эта тенденция, скорее всего, будет и дальше. А металл цены впервые, впервые снизили. Ну, естественно, потому что за рубеж столько металла уже не нужно, поскольку экономические санкции. И в тот же США мы или куда еще металл уже не поставляем. Ну, правда, в Китае поставляем и, видимо, будем больше. Вот, но по большому счету перепроизводство есть, производство останавливать их нельзя. Значит, что нужно? Снижать цены. Только их надо не так снижать цены, мол, а некоторые люди обрадовались, что там на 10% снизили, сейчас начинают впрок закупаться. Надо ничего не брать у них, чтобы у них цены, вот они вынуждены были в 2-3 раза снижать, иначе разорение полное. А государство здесь очень жесткую политику должно занять. Ну, вот это просто обязанность его. А вот вам еще интересный пример. Вот у меня был заказан кирпич. Ну, было давно, потому что у меня стройки вот определенного объекта, они давно идут. Там был немецкий кирпич Клинкер, значит, и бельгийский ручной формовки. Это очень дорогой кирпич, он стоил и год, и 2, и 3 назад очень дорого. Сейчас, тем более, сейчас это... И вот что произошло. В воскресенье буквально мне звонит человек, поставщик, менеджер компании, ну, посредника. И говорит, ну, я не знаю, что делать, а мы проплатили до 22-го числа, февраля, то есть до. А вот эти вот прекрасные немцы, товарищи, говорят, нет, теперь так, значит. Вот сейчас на новые партии мы уже в 2,5 раза поднимаем цену, ну, а вы, вам повезло. Потому что вот мы вам готовы всего на 30% поднять. Ну, с немецким кирпичом мне пришлось согласиться, с бельгийским там выкрутились по-другому. Тут был у одного человека на складе, ну, там другой вид кирпича, ну, тоже нам подошел. И мы их послали нахрен этих бельгийцев, кстати, больше с этой фирмы. И вам, кстати, не советую работать. Ну, потому что непорядочно, так нельзя поступать. Если деньги были дооплачены, это твои проблемы. Как ты будешь решать? Ну, ты, блин, человек-слово, купец там, продавец или ты кто? Мерзавец, негодяй? Вот поэтому я вам вывешу это название фирмы и подсылочку дам под видео, да? Кстати, на этой почве обострилось мошенничество в нашей стране просто колоссально. Будьте осторожны, внимательны. В прошлом своем видео про одних подонков говорил, которые станок продали, а его не дали. Хитрую подлость сделали маленькими строчечками, прописав. Знаете этих подонков? Вот эта фирма. Ссылка будет в описании. Вся история по ним. Увидите видео со звон с менеджером там и так далее. Вы стали услышать очень интересную вещь от меня, комментарии. Имейте в виду, предупредите знакомых, чтобы с этими гадами, если они еще живы, никто не сотрудничал никогда в жизни. Так вот, перескакну сейчас тему одну. А вот представьте, что зерно мы перестаем поставлять уже, да? Мы это значит с Украиной вместе. Ну, 35% мировых поставок, а для Европы это больше, чем 35%, это по сути голод. А добавим к тому, что минеральных удобрений у них не будет и снижается производительность труда. А из-за гигантского дефицита и огромной стоимости топлива фермеры уже в Германии в протест выходят, я уж в другие страны не говорю, Европы, что мы не можем даже вспахивать землю по таким ценам на топливо, а нет минеральных удобрений, плюс семенной фонд, плюс другие проблемы, что происходит? А происходит экономический коллапс. И это не какие-то не шутки, это не мои там придумки, это абсолютно объективные реалии. Это я вам говорю как предприниматель и весьма опытный с 35-летним стажем и так далее, и так далее. Помните, в начале этого видео я говорил, что бы я сделал, нажав на один рычажок насчет сирийцев. А я бы еще сделал, если они вот выпендриваться дальше начнут кое-что. Прекращать надо поставку в Северную Африку зерна нашего. И произойдет следующее. Колоссальные миграции африканцев оттуда в Европу. Что тогда будет? Это просто мама не горюй. Так что, уважаемые либералы, и рычагов у нас на американцев и ваших любимых европейцев с благородной Европой, ну, правда, открывшие ныне теперь для всех, даже не зрячих, глаза, кто они есть на самом деле. Непростые люди, обыватели. Ну, часть из них тоже, да, но в основном все это руководство всех европейских стран Сайта Кодла. Кто они есть? Есть они неонацисты. И внуки-дети тех недобитков, которых мы в 45-м не до конца уничтожили. Подняла голову порхатая гидра. Вякать начали. Но нам надо это очень эффективно использовать оружие против них самих. Вот так, как я уже сказал, и еще кое-как. В Венгрии, кстати, эмбарго вела на поставки зерна на экспорт. Вы представляете, что это значит? Она тоже производит довольно-таки много. Ну, и рядом, это же Европа, как бы близко вроде. А вот прибережет, чтобы цены поднять, чтобы заработать себе. Это как Польша радуется, потому что у нее единственные в Европе остались, ну, помимо России и Украины, уголь. И что приходится теперь? Цены-то так взлетели. Ну, естественно, поляки руки пожимают, им-то хватит для собственного протопления. Ну, и вот продать можно очень дорого. А европейцы вынуждены теперь из, так сказать, Австралии, из ЮАР доставлять за безумные деньги. Да, европейцы свой экономический европейский союз. Не очень-то почему-то отдельные государства поддерживают другие, когда тухлым запахло. Или маячат сверхприбыль. Своя рубашка ближе к телу. Свой интерес. Какой один из выводов нам надо сделать? Срочно правительству необходимо уйти из всех соглашений типа ВТО кабальных, по которому наша экономика уничтожалась уже много лет, не развивалась из-за этого. Выйти, главное, из МВФ, чтобы упразднить ЦБ, либо заставить его служить интересом своего государства, родного, российского. Я вот единственное неправильно сказал в первом видео, вот сейчас скажу об этом, уж извините, дезинформацию по телевизору услышал, но там в каком ракурсе было, что мы вышли якобы из ВОЗ. К сожалению, пока не вышли. Были такие намерения. Вот я неправильно сказал, это ошибка. К сожалению, из ВОЗ мы пока не вышли. Выйти надо обязательно. Но об этом есть разговоры. Ну, кстати, вот министр иностранных дел Германии заявила женщина, что мы должны сохранять холоднокровие и не вводить санкции против России. Ну, что касается микрокредита внутри страны, это вообще бандитские организации, их надо уничтожить. Все кредиты аннулировать, долги простить, это сейчас необходимо сделать. А что творится там в плане русофобии? Ну, это и понятно, что, я говорю, Европа уже никогда не будет такой свое фашистское лицо, она показала, как-то так в больнице в Германии в некоторых, что русским места нет или там в кафе русским не входить, как вот когда-то сегрегацией в США неграм нельзя было садиться на сиденье, где сидят, или, ну, там, белые, либо в кафе входить. Да, то же самое. Это что такое цивилизованное культурное государство? Ну, те или иные европейские. Это вообще просто. Можно действительно это назвать так, что происходит там. С закатом Европы. И да, никогда больше в Европе, в этой нынешней трансгендерной Европы толерастической, не родятся ни Бахи, ни Шопенгауэры, ни Шиллеры. Все. Это полный крах и деградация полнейшая. И безвозвратная, конечно же, скорее всего. Вообще, я вам скажу, что самая главная задача для США было стравить Россию и Германию. Две уникальные державы, которые, ну, самые сильные в Европе. И, разумеется, если бы они вдруг объединились бы, то, ну, никакая Америка бы пикнуть просто не могла. Ну, в общем, Боррель переживает, что все, что мы могли, мы уже объявили России в плане экономическом. Это можете, дорогие друзья, у вас больше ничего, они уже принять пакеты. Ну, может быть, зажигалки запретят ввозить или, так сказать, воздух перевозить или, так сказать, или еще какие-нибудь глупости. Но это уже смешно. С производствами мы можем справиться, если правительство сейчас примет дополнительные, самые важные меры, о которых главные, с которых я уже сказал. Во многих европейских странах придут сейчас к власти и правые, а где-то левые. С информационной войной пора бы переходить в наступление. Ну, в какое наступление? Там на Западе полная блокада. Мне об этом пишут тысячи зрителей. Пишут, что мы в Испании, в этом, со всех стран мне уже писали. Ну, мои видео смотрят так или иначе. Там я смотрел, в этом, в Ютубе так можно посмотреть, 64 или 65 стран мира. Так вот, все в один голос пишут люди. Ну, то есть, иммигранты, русские либо русскоязычные люди пишут. Это тотальная блокировка всей информации со стороны России. Тотальная накачка вот негативом ложью российского руководства и русских вообще. Поэтому подъемы таких настроений ненависти к русским вообще. Там вот машины красят, магазины надписи срывают, так сказать. Я уже некоторые примеры приводил в первом своем видео по экономике, что такого не было даже во времена немецкого рейха. Поэтому поток информационный, военный против нашей страны нужно пресекать. Поэтому в соцсети заблокировали правильно. Ютуб, ну, закон ввели, не хотели блокировать. Ввели, что 15 лет тюрьмы, да, до 15, за вот это распространение лжи против своей страны же. То есть, а это предатели только могут во времена, как правильно говорил Сергей Бодров, что, так сказать, нельзя плохо о войне или о стране говорить, когда идет война там или военные действия любого рода. Но просто это неправильно, это нельзя. Это предательство, по сути, потому что. Но, впрочем, давайте договоримся еще раз. Канал «Мой совести подлость» вот про военные операции и все, что вы хотите, или там, а вот ваше мнение, или так и так, это все там. А вообще самое главное, нам надо переходить, объединяясь со странами, которые нас поддерживают, а таких 5 шестых мира по численности населения, это 5 шестых мира. Кто-то говорит, что, мол, мы все против нас, ну что за чушь, ахинея. Конечно, не все, а никто против нас. Европа и США это не все. Это ваши любимые, может быть, там, вот либералов этих, идиотов малолетних, некоторых, не всех. Но это не означает, что это действительно так, а против нас подавляющее меньшинство. А вот с большинством надо объединяться. И расчеты вести через рубль, уйти от расчета за валюту вообще. Ну пока, естественно, параллельно валюту за что-то получать и покупать на нее что-то. Надо требовать и выводить вот ту валюту, то есть сбережение всех нас, по большому счету, государства нашего, больше триллиона долларов там, они украли у нас, это прощать нельзя. Это надо жесточайшим образом наказывать. Вот ввести, закрыть все газопроводы вообще до конца, ну потерпеть еще. Они взводят моментально, а не когда-то там через неделю, две, три месяц. Искать так же условия открытия и всего остального. Вот моментально возврат денег сюда, в страну, и наказать всех предателей, кто туда это вывез, и золото вывез. Причем за недели, буквально за несколько дней вывозили туда. Те, кто знал, в курсе был, что сейчас что-то начинается, вот понимаете, вот этот ЦБ и кто за ним стоит, понимаете, знали. А это что такое? Ну вот это нужно все возвращать, и это можно. А тут, например, еще по бизнесу своему скажу. Вот, например, с одним партером обсуждали, вот уникальные там есть такие изделия, там микросферы возвратным теплом лечат человека. Там не просто инфракрасное тепло, там, конечно, глубже все научно. Но ткань, разумеется, окружающие эти микросферы, туда же пот, вода не должна проходить. Они полимерные. А вот снаружи покрыть можно оболочками, ну, как вот наволочки там эти для подушек. Вот, из натуральных тканей, лен, хлопок. Вы знаете, что сотворили эти гады? Даже в нашей стране, в Вологодске, вот эти лен, кто еще производит, в два-три раза подняли, а это что такое? Это что у них, вдруг станки сломались? Или мы электричество выключили, они на генераторах работают? Ну, нет, конечно, просто они сволочи, вот и все. Ну, и я думаю, что с этим, вот с этим, правительство бороться самым жестким образом, просто обязано моментально, иначе это кто такие? Это враги страны внутри страны, которые не пообъективно, я понимаю, если из-за границы закупают станки, вот как я с кирпичом сейчас. Я могу отказаться, я вот кого-то послал, чьи-то условия принял, согласился, но я его не перепродаю, а кто перепродает? Ну, они будут дороже продавать, вы же это понимаете. Ну, любой здравомыслящий человек это поймет. А когда внутри стран, ну, хорошо, ну, я понимаю, ну, там на 10-20%, ну, что это, в 2-3 раза? Ну, то есть, вот это, конечно, не понятно. Ладно, вот в этих товарах было иностранных комплектующих, там, половина, ну, понятно. Ну, еще раз скажу, через Армению, Казахстан товары пойдут. Дороже будут, но цены опустятся. Цены обязательно опустят, 100%. То есть, вот то, что сейчас раздули, народ нахапает, потом сдует. Другой вопрос, что я рекомендовал на всякий случай. Это не только нынешняя ситуация касается, это вообще разумно. Иметь некий запас, приличный запас по продуктам, по самым важным товарам у себя дома, на даче. Посмотрите вот это видео на данную тему, это разумно. Ну, что ж, уважаемые зрители, давайте так. Вы напишите, что вы думаете по этому поводу, согласны вы или нет с моими доводами, аргументами. По другой теме, это на другом канале. На этом, пока YouTube у нас не заблокировали, значит, давайте обсуждать. Если вы напишите, будет много интересных вопросов или предложений, то давайте это я сделаю третью часть, обсудим. Ну, а пока, наверное, все. Все, вроде бы я основное сказал, да, совсем чуть не забыл сказать. А что бы я сделал на месте губернаторов? Ведь у нас есть некое самоуправление, 100% по закону. Значит, я бы сделал следующее. Я бы собрал, будучи губернатором, сейчас глав районов, все ведомства, и сделал бы следующее. Указ раздать бесплатно гектар-два, ну, до гектара, ладно, любой семье, отдельно взятому человеку, кто, ну, только надо подписать четко, что он обязуется уже с этой весны, пока еще можно спокойно закупить семена, там, что угодно. Кстати, на это тоже кредитовать надо беспроцентно. Так вот, и выращивать на этой земле продукцию, которую потом человек сможет куда угодно продать, по его усмотрению, без налогообложения, без проверок, без кассовых аппаратов. Для этого надо открыть во всех малых городках, уездных центрах, значит, рынки. Ну, во-первых, рынки и так есть. Ну, ладно, расширить. И свободная продажа всей этой продукции. По телевидению, местным газетам освещать, чтобы люди могли приехать и купить недорогую продукцию, чтобы ее было много. Ну, и тогда уже, да, это тот самый рынок, который действительно регулирует. И с той самой, еще и старой, времен Маркса, той самой экономики, где действительно вот эта конкуренция, свободный рынок, кстати, ее уже потом не было, и Ленин об этом четко писал, показав, что уже империализм, и то, что работало тогда, уже этого нет. По-другому все механизмы эти действуют. И из этих реалий нам надо исходить в борьбе за права трудящихся и большинства граждан. Но это были бы меры никакие не революционные, вполне разумные экономически. Вот вы поддерживаете, дорогие друзья, вот такие меры. Как вы считаете? Вот я прав, что вот надо это сделать просто обязательно. Но, конечно, важно выдать землю не просто перепродажи, кто-нибудь там что-то. Нет. Вот человек должен подписать, что он обязуется, он должен подумать, как, может быть, предложение комиссию создать. Вот я бы сказал, ну вот люди соберутся и скажут, мы готовы, но вот у нас проблемы этого, нет этого, ну давайте решать, субсидировать. Давайте, например, вот государство, там район, область выделит какие-то средства на, там какие-то, значит, там, на вспашку и прочее. Кстати, раньше при Сталине были машино-транспортные станции. Это было отдельное предприятие. Колхозы не имели тракторов, не занимались починками. На это время люди население тратили. Настолько это было разумно. То есть у них был свой вид деятельности, а их нанимали колхозы, и вот с юга на север они кочевали, ну по мере весной, как вот посевная, она же не везде одинаковая по всей стране. С юга на север сбор урожая, так сказать, опять. И вот это, это настолько... Вы знаете, вот об этом я сделаю отдельное видео, это, конечно, про... Понимаете, врагам народа страна досталась, то есть враги народа предали нашу страну, и с 61-го года пошло разрушение Советского Союза. Не в 90-м году, а с 61-го года, ну еще раньше на самом деле, с 56-го. Ну с 61-го, просто уже в 52-м году, как показатель того, что изменили в экономике, в жизни, вот правящие круги, предатели, нео-троцкисты в главе с Хрущевым, что в Новой Черкасске рабочие вышли на забастовку, а их власть расстреляла. Никакого коммунизма уже тогда не было. А был переходный этап от коммунизма к капитализму. Со всеми вытекающими последствиями, что произошло в 90-м и в 91-м году, и вот то, что сейчас, есть прямая связь того предательства. Ну а люди, люди, что ж, многие не поняли, кто-то смирился. Тогда вроде не сразу изменения в худшую сторону пошли, но... Впрочем, это тема отдельного, другого разговора. Ну а теперь уж на сегодня точно достаточно. Всего хорошего вам. До новых встреч. Пишите.